Чак Свиндл написал так, «В теле Христовом есть и пальцы на ногах. Вы не всегда становитесь правой рукой, или глазом, или ртом. Кому-то нужно быть пальцами на ногах, кому-то пяткой, кому-то печенью, а кому-то почкой. Это те члены церкви, которых не видно, но если они перестанут делать свое дело, все тело будет в проблеме». Бог проводит нас иногда этой школой, школой уничижения, школой умоления. И Моисей готов был к этому. Он принял вот это свое новое звание, он принял свой новый статус, которым он оказался. Несмотря на все свои достижения, на свое образование, он теперь заботится только о своей семье. У него есть жена, у него родился сын, потом второй рождается сын, которые родились и выросли в пустыне. Я думаю, что родители согласятся с утверждением, что никто нас не смиряет так, как дети. Какой бы образованный ты ни был, какой бы ты ни был доктор богословия или философии, но когда дети рождаются, тебе нужно их мыть и менять дайперсы. И ты им никак не объяснишь свои богословские понятия, свои высоты, а когда дети становятся подростками, они смиряют тебя еще больше, и ты понимаешь, что все твои познания, они не работают в их подростковом разуме. И мы можем себе представить, что это тоже опыт пустыни. Ты учишься этому. Когда вот эти два мальчишки росли там в пустыне, Моисею нужно было быть с ними, воспитывать их, учить их, работать с ними. Это было время вот этого умоления. Иногда Бог проводит нас именно этим путем. Иногда именно это наша школа, через которую нам нужно пройти, когда разбиваются какие-то наши желания, наши амбиции. У нас в церкви много, может быть, разных амбиций. Когда есть желание быть на сцене, быть за кафедрой, быть за микрофоном, когда есть желание, чтобы тебя видели на Ютубе, на Инстаграме, когда все смотрят на тебя, когда все слушают тебя. Это очень большое такое искушение быть именно в этом состоянии, именно в этом служении, добиться этого. Но когда Бог проводит нас вот этой школой уничижения, мы понимаем, что у Бога есть свой путь. Этот путь, когда нам нужно отказаться от этого желания, быть признанными, быть авторитетными, быть знаменитыми. И когда мы готовы, когда Бог проводит нас этим путем, вот тогда Господь приготовит нас к тому, что Он определил. Тогда Бог готовит нас к тому служению, которое Он желает дать нам. Не мы сами пытаемся что-то завладеть и захватить. Бог готовит нас, чтобы дать нам это служение, которое Он желает. Возможно, с микрофоном, а возможно, и без микрофона. Возможно, здесь на сцене, а возможно, вне сцены. Но Бог готовит нас, чтобы мы делали то дело, которое Он желает, чтобы мы выполняли. Он проводит нас этой школой уничижения. И мы видим, что для Моисея это была школа, в которой он эти 40 лет получал эти образования. Все 40 предыдущие лет он получал вот эту амбицию значимости, когда он достигал этого зенита своей славы. А вот теперь эти 40 лет он проходит другую школу. До этого он учился, как отдавать приказы. Он учился, что когда он встает, вот все встают, когда он поднимает руку, все слушают, все подчиняются, все покоряются. А теперь по-другому. А теперь овцы, они не такие. Они не сильно слушают его познания. Ему нужно смирение, ему нужно умоление, ему нужно проходить вот этот период. Я еще раз напоминаю, эта школа была 40 лет.